Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 17 июля и начнем наш разбор как всегда с пары евро-доллар. Ну а перед началом я напомню, что если вам нравится это видео, вам нравится формат, то не забудьте поставить лайк и если у вас останутся вопросы в конце видео напишите в комментариях и я обязательно всем отвечу. Итак, начнем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущем тенденция восходящая сохраняется, то есть та тенденция, которая у нас сформировалась вчера в понедельник после пробития максимальных значений 12 июля. Цель и рост это движение в области 1,1788. Если пара сможет уйти выше данных уровней, то в среднесрочной перспективе будем ожидать более затяжного восходящего движения по паре евро-доллар. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая. Основная по данной паре сохраняется. Примерно такая же картина с парой британский фунт и американский доллар. Вчера также обновили локальный максимум, ушли выше максимума пятницы или четверга. Уйти выше максимальные значения 10 и 9 июля пока мы не смогли, но на текущий момент тенденция в данную область, по крайней мере в рамках часового таймфрейма, сохраняется. В том случае, если также пара британский фунт, американский доллар сможет уйти выше уровня 1,3363, откроются предпосылки роста в область 1,3450 и после преодоления данных уровней в рамках уже более крупного таймфрейма, среднесрочного и долгосрочного, мы вероятно сможем увидеть изменение направления. Пока основное направление по данной паре также сохраняется нисходящее. Примерно такая же картина, но наоборот, с направлением наблюдается по паре американский доллар, канадский доллар. Вчера также пробили минимальные значения, которые были 12 и 13 июля зафиксированы. Сейчас тенденция сохраняется нисходящее, коррекционное. На текущем цели по снижению это область 1,3064. Если уходим ниже данного уровня, то открываются предпосылки на продолжение снижения до 1,29 и 1,28 соответственно. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу по цене 1,3209. По паре американский доллар, японская иена. Пока коррекционного движения здесь не сформировалось, оно появится в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальные значения, которые были зафиксированы вчера и в пятницу по цене 1,1212. После преодоления данных уровней у нас может начаться коррекционно-нисходящее движение. Ну а пока торгуемся выше данного уровня. Тенденция сохраняется восходящей. Я напомню, что она сохраняется с 9 июля и пока еще не поменялась. Поэтому основное направление восходящей цели роста это область 113,83. По паре австралийский доллар и американский доллар вчера также закрепились выше максимумов 12-13 июля, что в рамках часового таймфрейма нас приводит в фазу восходящего движения цели по данному импульсу. Это область 7483. Ближайший разворотный уровень, после преодоления которого уже будет возможность говорить о продажах. Это минимальные значения 13 июля, пятница. То есть в том случае, если цена сможет закрепиться ниже уровня 73,67, то вероятность развития нисходящего сценария уже будет выше. По паре еврофунт боковик, который мы отмечаем уже не первую неделю, сохраняется. Отбились от области поддержки на уровне 88,16. Минимальные значения, которые показывали вчера и сейчас движемся по направлению на 88,67 и 88,90. Соответственно, тенденция преобладает восходящая. Цели роста область 89,06. Возврат к продажам по данному активу будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться ниже минимальные значения, которые были зафиксированы на прошлой неделе. Это область 88,16. По золоту на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Здесь пока ничего не меняется, но вчера мы видим, что не смогли обновить минимальные значения пятницы, что также является косвенным сигналом на то, что может сформироваться коррекция, соответственно, в данном случае восходящее движение по данному активу подтверждения. Это будет в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальные значения, которые были зафиксированы вчера в понедельник по цене 1245. После преодоления данного уровня уже будем ожидать движения в область 1256 и 1268 соответственно. По нефти марки Brent вчера в второй половине торговой сессии обновили минимальные значения, ушли ниже минимумов пятницы и четверга, что в рамках часового таймфрейма нас переводит вновь в фазу нисходящего движения, и оно сейчас по данному активу сохраняется. Цели по снижению от области 69,26, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу по цене 7610. Тенденция нисходящего в рамках часового таймфрейма сохраняется до тех пор, пока мы торгуемся ниже уровня максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. По индексу DAX общее направление сохраняется нисходящее, оно будет таковым, на мой взгляд, до тех пор, пока мы торгуемся ниже отметки 12640. Это максимальное значение 10 июля. В том случае, если индекс DAX сможет преодолеть область данного сопротивления, то вероятно будет продолжение восходящего движения с целями роста уже до отметки 12800. Ну а пока коррекционное нисходящее движение по данному активу сохраняется, и ближайшие цели по снижению от обновления минимальных значений, которые были сформированы 11 июля. По биткоину тенденция восходящая, которая у нас образовалась вчера, сохраняется. Цели по восходящему движению это область 6830 и далее уже мы будем наблюдать, как цена будет вести себя вблизи данного уровня сопротивления. В том случае, если цена сможет пробить данный уровень, то что не удавалось сделать уже несколько недель, то после пробития будем ожидать продолжение восходящего движения с целями роста до 7200 и 7500 соответственно. Ну а если мы получим отбитие от данного уровня, это мы будем смотреть уже на наших следующих видео обзорах, будем смотреть, как закроется сегодняшний день и будем отслеживать данную ситуацию. То в том случае, если получим отбитие данного уровня, то будем ожидать вновь нисходящее коррекционное движение с целями до 6100. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, всем желаю хорошего торгового дня. Всем до встречи и увидимся завтра. Продолжение следует...